Приветствую вас, Валентина. Давайте разберёмся с тем, что вы написали. Вы пишите, у меня очень нестабильная самооценка, которая зависит от других людей. Значит, самооценка заниженная связана, как правило, с тем, что человек не способен сформулировать свои представления о себе самом. То есть у человека нет четко сформированных представлений о самом себе. И из-за этого любое мнение направлено на вас. Любое мнение способно изменить вашу самооценку. Вот. Ситуация достаточно неприятная, но вместе с тем, в какой-то степени, я бы сказал, распространённо. Потому что много людей в своём детстве зависит от внимания от мнения родителей. О них, а родители достаточно отстранённо. Детство, если ничего, ребёнок вынужден смотреть на окружающих людей. Окружающие люди крайне противоречивы. Ну и родители, понятно, что родители не совсем готовы, скажем так, да, родители не совсем готовы признавать и давать своему ребёнку шанс. Да, на то, чтобы он, вот, ну, как-то себя проявлял. Вот. Поэтому вам необходимо формулировать свои представления о себе. И, значит, необходимо формулировать то, какая вы, основываясь именно на своих чувствах и на том, что вам важно. Основываясь на, так скажем, эмоциональном результате ваших действий, ваших решений, ваших поступков. Вот. Только так. Только так можно ситуацию изменить в лучшую сторону. Сейчас она такая. Что касается обид, что касается обид, то здесь, на мой взгляд, ситуация связана с тем, что у вас есть определённого рода ожидания. Ага. От окружающих вас людей, то есть вы чего-то от них ждёте, вам что-то от них нужно. Вот. Но ожидания эти никак вами самой не обеспечивают. То есть вы никак, их сами не обеспечивают, свои ожидания, фактически. То есть они просто есть, но они ничем не подкрепляются, к сожалению. Вот. В результате чего вы прикладываете ответственность за то, что вы испытываете на других людей. Кстати, свои собственные чувства, которые у вас есть, вам с ними тоже необходимо разобраться. Вот. Потому что, как именно вас выдевает, например, ну, неосторожно сказанное слово, да, как конкретно оно вас выдевает, как конкретно оно вас напрягает. Вот это вот тоже то, на что вам нужно обратить своё внимание. Потому что то, что вас задевает, является во вне всякого сомнения вашей слабой стороны. То есть это вот ваши слабые стороны. Вот. Ваши, ну, уязвимые стороны. Вот. С ними нужно, с ними нужно работать, сами по себе они, скорее всего, не уйдут. Сами по себе они не исчернут, никуда, никуда не денут. Дальше. Что касается того, что я не могу высказать своё мнение или ругаться при других людях, ну, зачем ругаться при других людях, для меня несколько загадка. То, что вы не можете высказать своё мнение, это связано с тем, что вам, опять же, не давали сказать. По сути, ну, по сути, вам по сути дела просто не давали сказать. А, тогда, когда вы этого хотели. И, соответственно, вы не привыкли высказывать. Поэтому здесь нужно поработать с вашими чувствами, чтобы научить вас это делать, чтобы научить вас высказывать то, что вам кажется важным, что-то вам кажется нужным, правильным и прочим. Что касается того, что вы боитесь выглядеть глупо, то здесь ситуация такова, что это, опять же, ориентир на других людей. Да, то есть человек, который боится выглядеть глупо, он не ориентируется на себя. Да, да, он ориентируется на, ну, на других людей. Вот. Не на себя. Поэтому, здесь мне столько, по мнению, необходимо, чтобы вы больше полагались именно на себя. Для этого, опять же, необходимо работать с вашими чувствами, чтобы вы лучше, что лучше чувствовали и ощущали, где вы. То есть, вот, где именно вы. Не кто-то другой, да, а именно вы. Вот. Для этого у вас не получится, скажем так, не бояться. То есть, бояться будете всегда. Пока не вот, пока обращайте внимание на эти вещи, на такие вещи. Вот. Дальше. Как-то от уверения в себе ориентироваться на свои чувства. Жить не заморачиваться на другие люди, делать то, что вам интересно. Но, при этом учесть, что это будет вам стоить того, что некоторые от вас отвернутся. Ну, соответственно, как-то от уверения в себе, Валентина, этот вопрос вам по сути дела. Повторяется дважды. То есть, дважды вы повторяете этот вопрос. Вот. Я на него, в принципе, ответил. Вам требуется определенная работа, как правильно вот сказала моя коллега, что требуется определенная работа с психотерапевтом на эту тему. Ну, по этому вопросу, что больше. Вот. И, соответственно, если вы действительно хотите решить свои проблемы, то требуется работа по нескольким направлениям. Вот. Это и личные границы. Это и самооценка. Вот. Это и ваши собственные интересы, которые тоже из ниоткуда не возьмутся. То есть, как бы, то, что у вас их нет, да, ну, говорит, к сожалению, о многом. Вот. И, соответственно, если у вас их нет, ваших собственных интерес, вы так себя неуверенно чувствуете. То есть, вас определяют другие люди, что вы делаете, вы делаете для других людей. Вы не делаете для себя это, по сути. Вот. Так что, здесь вот такой момент и такой можно дать вам ответ на вопрос. То есть, в принципе, в принципе, а вы свой вопрос, вот, в том виде, в каком вы его задаёте сейчас, да, вы можете, в принципе, легко его продублировать в поисковике. Вот. А раз вы задаёте другие, значит, вы хотите, наверное, какой-то такой, ну, более индивидуальный к вам ответ. А для этого нужно больше знать вашу историю, для этого нужно лучше понять вас, именно ваши обстоятельства жизни, ваши события. Вот. Так что, выбирайте психолога и начинайте работать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Ага, она есть и youtuber, посреди всех, Reece меня я Wegедь. Продолжение следует...